Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. Субтитры предоставил DimaTorzok Проект реализуется в рамках мероприятий, проводимых постоянным представительством республики при поддержке Департамента культуры Москвы. В экспозиции представлены более 150 фотографий. Это архивные кадры из государственной музейной коллекции фондов государственного Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Байчоровой. Уникальные работы известного фотографа Дмитрия Ермакова, который начал свою работу в качестве профессионального фотографа еще в 1860-е годы и снимки современных фотографов республики. Фотовыставка знакомит москвичей и гостей столицы с историей Карачаева-Черкесии, с наиболее значимыми этапами ее развития, а также предоставит возможность узнать о выдающихся уроженцах республики, среди которых герои СССР и России, герои труда, деятели культуры и искусств, труженики всех тех, кто внес непосредственный вклад в становление и развитие республики. Такие фото-выставки постоянное представительство Карачаева-Черкесии в городе Москве организуют каждый год. Но эта выставка особенная. Чем же ее особенность? В том, что она знаменуется празднованием столетия Карачаева-Черкесии. На данной выставке представлено 159 лучших фотографий из исторического фонда республики, которые позволят жителям и гостям Москвы как можно больше приблизиться к Карачаевой-Черкесии, узнать ее изнутри. И еще одна приятная новость из столицы нашей Родины. В Москве прошла презентация нового сборника произведений «Судьба моя поэзия» и известной нагайской поэтессы, народного поэта Карачаева-Черкесии, члена Союза писателей России, лауреата российских и международных премий в области литературы и искусства Фариды Седохметовой. И сегодня она поделится своими впечатлениями и подробнее расскажет о своем новом детище. Слово Светлане Шагановой. Доброе утро, Фарида. Доброе утро, Света. Хочется сказать спасибо, что ты пришла к нам в гости, но так как ты наша коллега, мы тебя видим каждый день, наслаждаемся твоим творчеством, радуемся за твои творческие победы. И вот буквально совсем недавно в Москве состоялось такое знаковое для тебя событие, очень радостное событие для творческого человека. Это выход в свет твоей новой книги. Фарида, расскажи нам об этом мероприятии. Почему именно в Москве прошло это мероприятие? Как оно прошло? Твои впечатления? Знаешь, Света, спасибо огромное за добрые, за теплые слова. Конечно, для каждого поэта, писателя выход книги – это как рождение ребенка. Эта книга вышла в прошлом году, и к этой презентации готовились очень долго. Первая моя презентация состоялась в прошлом году в ноябре в Махачкале в Театре поэзии. Ну, я уже могу сказать ни для кого не секрет, что этот год для меня юбилейный, поэтому и выход книги, и эти мероприятия, они приурочены к юбилею. А вот почему именно в Москве это мероприятие для меня значимое, потому что все-таки это столица нашей родины, Москва, в которой я когда-то мечтала учиться, но у меня не сложилось, к сожалению. Но так моя судьба сложилась, что я в Москве бываю не так редко. И я так благодарна вот в Московской Ногайской общине организовали эту встречу тоже в хорошем таком знаковом месте. Это культурный центр «Дар». Ученик Кошали, дизайнер Джалил Разбаев сделал огромный баннер. Там мой портрет на фоне Красной площади, книги. Я когда этот баннер впервые увидела, я подумала, неужели это обо мне? Мне пришли люди, их было немного, где-то человек 30, там зал был небольшой, камерный. Пришли молодые люди. Вот мы всегда сетуем, что нас молодежь не читает, не знает языка. А вот эти молодые люди, которые пришли, оказывается, что они прекрасно читают на Ногайском языке, потому что кто-то прочел стихи, кто-то исполнил песню на мои стихи на Ногайском языке. Вот мне просто хочется отметить именно тех людей, которые оказали мне честь. Там была моя учительница, которая преподавала мне русский язык и литературу в Гудермесе, в педучилище. Сейчас она живет в Москве, и она входит в десятку лучших русоведов России. Представляешь? Ее зовут Татьяна Павловна Есигнеева. И она пришла с таким восторгом, рассказывала обо мне. У нее была печатная машинка, она набирала мои стихи по ночам на своей машинке, чтобы отправить в Москву в литературный институт. И вот мы вспоминали. Потом она, оказывается, отправила эти стихи в юность в журнал. Фаридачка, как приятно все это слышать. Ты признанный поэт, ты признана народом. И вот не случайно все это мероприятие прошло на таком высоком уровне. И я хочу сказать, что не зря твоя новая книга называется «Судьба моя. Поэзия». Я думаю, что поэзия, можно сказать, это судьба твоя. И пролистывая страницы, я была приятно удивлена. Мне казалось, что я читаю стихи Марины Цветаевой. Либо Ахмадулина. Очень приятно. Я даже сделала себе здесь небольшие пометочки. Вот гудермеская тетрадь. Это ты писала еще в свои студенческие годы, да? Вот «Мгновение» называется. И здесь просто меня поразила фраза. Вот «В соседней ветке падающий лист, невольно с губ сорвавшееся слово. Мгновенью не скажу остановись, не попрошу, чтоб повторилось снова. Мне не всегда бывать на высоте. Я не боюсь, что жизнь бромчится мимо. А ведь мгновение и прекрасно тем, что больше никогда не повторила». Да, мы должны наслаждаться каждым мгновением. Просто до мурашек. Вот до мурашек все эти твои стихи. Ну, в этот сборник вошли стихи на нагайском языке. Да, я и на русском языке очень много, много твоих стихов. И какой слог, какие обороты речевые. Вот, к примеру, «В ладони соберу осколки солнца». О, сколько дней, любимая звезда, меня ты согревала. Он вернется на этот раз, надеюсь, навсегда. Соберу осколки солнца в ладони. И, честно сказать, ты талантище. Ты наша, как написал Михаил Накохов, «Царство ему небесное», наш коллега. Здесь тоже есть его статья. Да, его статья. Да, как он верно пишет, уже давно и вполне справедливо. Фариду Седахметову называют жемчужиной современной нагайской поэзии. Да. Ну, это, можно сказать, Миша подхватил это. А впервые эта фраза прозвучала в предисловии к моей первой книге «Признание», которая вышла в Москве в 97-м году. Ее написал известный большой литературовед Казбек Султанов. И он даже лично со мной не был знаком. Ему просто показали мои стихи, и один из его близких друзей попросил написать предисловие к этой книге. И когда он прочел, и когда он узнал, что у Фарида одно из значений этого имени оказывается жемчужина, и вот так поэтически он в это повернул, и эта фраза стала крылатой, и она ко мне так приклеилась, что это по жизни, наверное, я несу, у меня даже какие-то две строчки, помню, есть жемчужина, рожденная от боли, живу всю жизнь ту боль превозмогая. В моей жизни, наверное, много радости было, но много и боли было, и все это идет, вот каждый день я чувствую это, что вот прекрасное мгновение, а вдруг такая боль, а потом она все равно сменяется радостью, и вот этот переход от одного к другому, надо, наверное, я вот уже с годами начинаю понимать, что надо больше радоваться жизни, вот каждому мгновению, как ты сказала, и думать о том, что самые тяжелые моменты, они все равно приходящие, что надо жить дальше, что надо дорожить тем, что у тебя есть. И это и в стихах моих, наверное, это много. Да, я это заметила. Фаридачка, ну, человек радуется жизни, когда у него есть, наверное, надежное плечо. У каждого творческого человека есть своя муза. Ты муза для своего супруга Кушали, скульптора. Я думаю, что он тоже для тебя. Тот человек, ради которого, вот, наверное, хочется жить, хочется творить, хочется писать, он твоя поддержка и опора. У вас замечательная семья, просто радуешься вашему счастью. Спасибо большое. Дай бог, чтобы оно никогда не заканчивалось. Спасибо огромное. Ты знаешь, я очень дорожу этим человеком, потому что, прожив с ним рядом 20 лет, я ни одного дня не пожалела о том, что я выбрала именно его. Потому что это я выбирала. И получилось так, что, может быть, впервые в жизни я не ошиблась в мужчине. И то, что он опора, и это познаётся с годами. Вот чем дольше ты живёшь, тем сильнее ты чувствуешь его поддержку. Ну, Кушале, как скульптор, слепил это счастье, а ты, как поэт, сложила его из строк. Да, и воспела, наверное. Вот я забыла сказать, что мне было очень приятно, что на эту встречу пришла наша землячка, народная артистка Карачаева-Черкесии Марина Соболева. Она исполнила песню на моей стихе, на русском языке. И когда говорила обо мне что-то, она сказала, у меня сейчас такое ощущение, что я в Карачаево-Черкесии побывала. Хотя там были люди и из Карачаева-Черкесии, и из Дагестана, и из нефтекумского района моего, москвичи. Женщина приехала из Нарафаминска, доктор химических наук. Просто, чтобы послушать мои стихи, потому что книга у неё уже была, я ей отправляла по почте. Так она знает не только мою поэзию, она знала поэзию Исуфа Сазарукова, и вместе со своей книгой я отправляла ещё и книги Исуфа. А человек жил где-то в Кизлярском районе. Вот настолько надо было любить поэзию, чтобы приехать, просто чтобы увидеть, познакомиться со мной. Совершенно посторонние люди, которых я в жизни не видела. И это, вот это так, на самом деле, такой всплеск доброй энергии. Айсека Паева, наша известная журналистка, дочь моих любимых, Кендахан Кумратова и Исека Паева. Моя племянница Женя, которая в Москве работает в фонде Никиты Михалкова. Вот эти молодые люди, мальчик совсем молодой, Ислам Баисов из Иконхалка исполнил песню на моей стихи. В эту книгу вошло всё, что я сделала за 40 лет. Получается 40 лет, потому что я начала писать в 15 лет. А вот отчёт творческого пути начинается с того времени, как было опубликовано первое стихотворение. А первое стихотворение опубликовано в 83-м году, когда мне было 17 лет. Сюда вошли переводы, скажем так, нагайской средневековой поэзии, эпоса и нагайских современных поэтов. Но помимо нагайских поэтов я и дагестанских поэтов переводила, карачаевских, балкарских. К сожалению, всё это я в этот один сборник вместить не могла. Но я надеюсь, что когда-нибудь, я не скажу, что у меня, как у Иссы Капаева, выйдет многотомное собрание сочинений. Но я думаю, что где-то на три тома должно хватить. Фари, дочка, это большой труд. И вот меня ещё поразило одно стихотворение. Они все меня поразили, удивили. И когда действительно я читала, и я представляла, что это может быть песня, либо романс. Вот в голове у меня как бы уже звучала музыка на твои стихи. Вот хочу прочесть. О, это зелень и зола, цвет милых глаз. Я столько лет тебя ждала и дождалась. Будь непреклонным, нежным будь. Зови в огонь. Вмещает всю мою судьбу твоя ладонь. Господи, да как можно это придумать, Фарида? Вмещает всю мою судьбу твоя ладонь. Это настолько весело. Ты знаешь, это благодаря... Я всегда вот сейчас думаю, как рождаются стихи. Они же рождаются благодаря чему-то и кому-то. Значит, и мои стихи, они не безадресные. Они посвящены... Вот это стихотворение посвящено конкретному человеку. И я всю жизнь благодарна ему за то, что он был в моей жизни. Что он сподвиг меня на эти строки. У каждого из нас своя жизнь, но он остался здесь, в моей поэзии. И потом, через много лет, возвращаясь к этой теме, я написала «Благодарю, любимый, лучших стихов виновник». Это как у Ахматова есть, приснился мне один лишь ты, всех бед моих виновник. А у меня наоборот. Возможно, я много страдала, но благодаря этому человеку родилась поэма, которая называется «Солнечные часы». Там, кстати, в поэме есть несколько стихотворений, которые стали романсами. У меня есть прекрасная подруга Зульфия Загаштокова, которая очень много романсов написала на мои стихи. Ты знаешь, мой внук, он на ходу сочиняет рэп. Он мне недавно, буквально два или три дня назад, и говорит, «Наночка, я написал новый рэп». Я говорю, «Ну, читай». И вот там что-то, что-то, что-то. Ну, представь себе, ребенку скоро будет шесть лет, и там такие строчки. «Пастушка, пастушка, вот тебе подушка». Я про себя, ты знаешь, я вначале, ну, подумаешь, легкая, ну, срифмовал все. Ну, а у меня перед глазами, вот его бабушка, мать моего зятя, которая всю жизнь, у нее всю жизнь, жизнь прошла в степи, на кошаре, со скотом. Вот это как будто обращение ей. И моя младшая сестра, которая тоже точно такая же история, всю жизнь кошара, скотина, земля. И я им говорю, вот вам, говорю, посвящение от вашего внука за ваш вот этот нелегкий труд. «Пастушка, пастушка, вот тебе подушка, отдохни». Вот я надеюсь, что он сохранит в себе это. Фаридачка, я также хочу показать и рассказать. Тебе вручили благодарность, да, от директора Ногайской общины, Аказиева. Фаридачка, мы тебя еще раз поздравляем от всей души. Это огромная, огромная заслуга. Я думаю, ты еще напишешь не одно стихотворение. И, конечно, хочется сегодня в завершении нашей программы из твоих уст все-таки услышать что-нибудь такое позитивное, яркое. Спасибо, Свет, своего позволения. Я из этой книги... Ты знаешь, вот книга-то... Вот она была сдана в печать еще в 19-м году. Она в 19-м даже должна была выйти. А за это время у меня родилось... Вот этот даже период пандемии для меня стал каким-то там... Вот я очень много думала об этом. Ну, конечно, там много и грустных стихов, но и позитивных тоже много. Вот родились новые стихи, из которых, в принципе, еще одну, но не такую большую, но небольшой сборник уже можно собрать. Вот очень бы хотелось прочесть действительно вот что-то позитивное. Стихи больше рождаются в печали, но иногда стихи рождаются от счастья тоже. Вот нашло одно стихотворение. Написано по дороге, в самолете, когда я из первой своей поездки в Турцию возвращалась. Лечу домой и вспоминаю взгляд, единственный, готовый ждать веками. Любовь моя прекрасна, как закат, божественный закат над облаками. Она неуловима и светла, но предвещает скорая ночь разлуки. Она меня навечно обрекла на муки, но на сладостные муки. Благодарю тебя, моя судьба, за эту незагаданную встречу. Лечу домой и буду ждать тебя. И обещаю счастью не перечить. Фаридочка, после этих слов, знаешь, действительно хочется жить, хочется верить в счастье, хочется творить, хочется любить, хочется надеяться на лучшее, на исполнение мечты. Фаридочка, больших тебе творческих успехов, всего-всего хорошего, счастья твоей семье, твоим родным и близким. Спасибо огромное, спасибо огромное. Все то же самое, вот то, что ты сказала сейчас мне, я хочу пожелать всем, всем жителям нашей любимой Карачаева Черкесии, всем жителям России, всем людям мира, чтобы наступил мир, и чтобы люди радовались жизни, никого не оплакивали, а жили тем, что их ждет в будущем, надеясь вот на это прекрасное будущее, сколько бы его ни осталось, человек всегда должен смотреть вперед, и я надеюсь, что это будущее у каждого человека в жизни есть. Ты действительно великая поэтесса, спасибо тебе. Спасибо, спасибо большое. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск Вестей Шерифат Лепшоковой. Хорошего продолжения дня, до встречи.